Честно говоря, да вы и сами это видите, а борт абсолютно не мой конёк, но я всё равно учусь на нём кататься, потому что хочу назад, в будущее. Сегодня Lexus, дочернюю структуру Toyota Motors, представляет долгожданнейшую новинку – летающий скейт и ховерборд. А без предварительной тренировки мне никак не обойтись. Интригующий тизер выпустили в июне этого года на канале YouTube, там доску пробует профессиональный скейтбордист. О ховерборде многие мечтали ещё с 1989 года, когда парящий над землёй скейт впервые появился во второй части легендарной трилогии Роберта Зимекиса «Назад в будущее». На нём главный герой Марти Макфлай удирает от своих врагов после того, как переместился в будущее. И как вы думаете, в какой год? В 21 октября 2015-го. Десятилетиями ховерборд считался лишь удачной задумкой сценаристов. Но полтора года назад инженеры Lexus при поддержке немецких учёных всерьёз взялись за его создание. Разработка велась в атмосфере строжайшей секретности. И вот он, первый опытный образец, который сами создатели называют, впрочем, только прототипом. На публичную демонстрацию, по сути, недоработанного продукта в Toyota Motors решились только потому, что прекрасно понимают. Продолжать тестировать ховерборд дальше за закрытыми дверьми неразумно, потому что никто в это не поверит. При возможностях современной графики на видео можно нарисовать всё, что угодно. И таких фейковых роликов в интернете более чем достаточно. Инновационный скейт от Lexus выглядит так круто, что в него сложно поверить. Но как же он работает? Увы, технических подробностей почти нет, но кое-что выяснить всё-таки удалось. Над землёй ховерборд парит благодаря магнитной левитации. Внутри скейта сверхпроводник, по которому проходит мощный электрический ток и образуется электромагнитное поле. Для создания сверхпроводника нужна низкая температура. Кстати, именно поэтому из-под днища ховерборда вырывается пара. Это жидкий азот. Но только наличие магнитного поля у ховерборда его в воздухе, конечно, не удержит. И в этом самый большой подвох. Летать на Lexus скейте можно только над специальной металлической поверхностью, от которой магниты ховерборда как бы отталкиваются. Да, увы, асфальт или бетон под эти цели не подходят. И, кстати, именно для этого, для сегодняшней презентации под Барселоной был создан специальный металлический скейт-парк. Ну что ж, неудивительно, что первый реально работающий прототип ховерборда был создан именно японцами. Ведь технология магнитной левитации у них в стране уже давно используется. В случае так называемых летающих поездов. Так, этой весной был поставлен мировой рекорд скорости наземного транспорта 590 км в час. Инновационный поезд едет не по рельсам, а как бы левитирует над намагниченной поверхностью. Да, кстати, ховербордами интересуется не только Toyota. Свой прототип, причем раньше японцев, представила компания Hendo. Принцип работы у него все тот же. Магнитная левитация. Над землей эта доска способна подняться примерно на 2,5 см. Держится в воздухе примерно 7 минут, правда при этом создает сильный шум. В прошлом году разработчикам удалось собрать для его создания на платформе Kickstarter почти полмиллиона долларов. И сейчас они продолжают разработку. Ну что ж, похоже, за ховерборды производители взялись всерьез и надолго. Серийное производство это, похоже, лишь вопрос времени. Да и к тому же знаковая 21 октября 2015 года совсем скоро. И кто знает, какие сюрпризы нам готовят разработчики на эту дату. Спасибо.